Всем привет! В эфире Универньюз, студия Адель Шамилова. Итак, о самых интересных новостях к этой минуте. Как выглядит цифровая Россия и как подготовить кадры под экономику будущего? Для чего в Альма-Матер собрались борцы с преступностью? Каковы итоги войны и кто вернется домой из Сирии? Отраслевой чемпионат в области IT Digital Skills Russia впервые стартовал на площадке Иннополиса. Подробности с официального открытия смотрите прямо сейчас. В преддверии WorldSkills 2019 в Иннополисе прошло открытие отраслевого чемпионата в области IT Digital Skills Russia под председательством президента Республики Татарстан и министр связи и массовых коммуникаций России. В мероприятии принял участие ректор КФУ. Соседание собрало главных специалистов в области высоких технологий от бизнеса, органов государственной власти и образования. По мнению организаторов Digital Skills, внимание на компетенциях будущего и цифровых технологиях отражает мировую тенденцию к цифровизации экономики, то есть всестороннему проникновению IT в привычные профессии. Поэтому цель Digital Skills – популяризовать IT и благодаря этому к 2025 году подготовить 55 миллионов кадров, готовых к работе с Digital. Убежден, что в целом доля населения, доля трудоспособного населения, так или иначе связанного с информационными технологиями, цифровыми технологиями, конечно же, будет возрастать. В стороне от цифровой трансформации не сможет остаться ни одна отрасль. И поэтому очень важно, чтобы мы создали условия для подготовки и развития как в целом просто пользовательских, потребительских навыков работы в цифровой среде, так и навыков профессиональных. Об этом же и говорил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. По его словам, цифровая экономика – это перспективное направление развития для всей страны и для Татарстана в частности. Поэтому подготовка компетентных кадров – вопрос актуальный, как никогда. Новые веяния цифровой экономики требуют установления прочной связи между сферой образования и индустрией. Это выражается в грантовой поддержке студентов, востребованных специальностей со стороны отраслевых предприятий. Вот есть у нас Большая школа информационных технологий и информационных систем КФУ. Мы тоже спонсируем в виде правительственных грантов подготовку специалистов. Не стоит забывать, что в Казанском университете подготовка кадров в IT-сфере, а также развитие диджитал-сферы в целом является одним из приоритетных направлений. Специалистов в этой области готовит не только Высшая школа ИТИС, но и Институт участительной математики и информатики, а также профильный IT-лицей для одаренных детей. В соответствии с мировыми трендами КФУ взял курс на цифровизацию образовательной и исследовательской деятельности и управленческих процессов для перехода и концепции университет 4.0 к 2020 году. Здесь важно отметить, что КФУ имеет достаточное количество опыта, чтобы его представители приняли активное участие в смелой дискуссии о формировании специалистов будущего. Работа чемпионата Digital Skills продлится до 15 декабря. Адель Шамилова, Ленар Товлетиаров, Универниус. В КФУ состоялся круглый стол в честь юбилея кафедры уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета. Он организован для обсуждения вопросов обучения и успехов кафедр за все 50 лет их существования. Подробнее в следующем сюжете. 12 декабря в Казанском федеральном университете состоялся круглый стол противодействия преступности как содержания научной и образовательной деятельности юристов КФУ. Мероприятие посвящено 50-летию кафедр уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета. Мы гордимся от Казанской юридической школы. Она одна из лучших в России. Я считаю, что даже дает фору московской и петербургской. И мы заслуженно гордимся этой школой. Поэтому вот то, что мы сегодня отмечаем 50 лет двум кафедрам, это тоже представители нашей Казанской юридической школы. На круглом столе были преподаватели обеих кафедр, а также их выпускники, среди которых представители университетов и различных судебных и структур власти. Мероприятие началось с презентации, посвященной истории кафедр. Гостям круглого стола рассказали о создании и развитии структуры, а также об их выдающихся выпускниках. Презентация осветила все 50 лет работы кафедр уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Круглый стол позволил преподавательскому составу не только обсудить обучение на юридическом факультете, но и получить мнение и советы его выпускников. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. 9 декабря в Елабурском институте КФУ состоялся Всероссийский правовой диктант. Все желающие смогли принять участие в ежеводной образовательной акции, проверив свою правовую грамотность. В Елабурском институте КФУ состоялся Всероссийский правовой диктант. Участниками образовательной акции стали более 250 студентов, и преподаватели к ним присоединили школьники и жители города. Эта акция вызвала большой интерес не только студентов юридического факультета, здесь студенты факультета филологии, истории, экономики, управления, факультета математики и естественных наук. То есть интерес к праву, он очевиден, и поэтому этот диктант призван как раз узнать уровень своих правовых знаний. В течение часа участники отвечали на вопросы, касающиеся личной сферы, безопасности и культуры. Организаторами акции выступила Европейская юридическая служба Ассоциация юристов России, Добрая Россия и пункт развития малых городов. Российское наше законодательство, я вас уверяю, что сделано именно для нас. Почему люди живут не так, как им хотелось бы, а в чем-то выражают свое недовольство, это только из-за того, что мы с вами не знаем своих прав. С результатами работ участников всероссийского правового диктанта организаторы обещают ознакомить в течение 10 дней. Всероссийский правовый диктант стал финальным мероприятием в неделе юридических наук Хелабурского института КФУ, приуроченной к Дню юриста. Диана Шилова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюс. Самая обсуждаемая новость – это вывод российских войск из Сирии обратно в Россию. Президент России Владимир Путин поручил начать выводить большую часть российского воинского контингента из Сирии. По его словам, условия для политического урегулирования в Сирии уже созданы. Российские военнослужащие начали возвращаться домой из Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более точные сроки вывода военных зависят от обстановки в республике. 11 декабря президент России Владимир Путин заявил о разгроме наиболее боеспособной группировки международных террористов. Он поручил начать выводить большую часть российского воинского контингента из Сирии. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской республике, возвращается домой, в Россию. Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. Встреча Путина и Асада на военной авиабазе Хмеймим стала знаком того, что Россия главенствует на Ближнем Востоке. Но, как подчеркнул Путин, они всегда могут вернуться, чтобы противостоять любой новой угрозе. Несколько раз Россия предлагала Соединенным Штатам и другим странам Запада присоединиться к проводимой России операции. Но предложение Владимира Владимировича Путина, которое было озвучено в декабре прошлого года, был призыв совместно. Они тоже не увенчались результатом, потому что, опять же, наше мнение, наша просьба о совместных действиях была прогенерирована. В данный момент Россия операцию выполнила сама, без участия стран Запада. Часть российского контингента все же останется в Сирии и будет базироваться в Тартусе и Хмеймиме. По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, этих сил хватит для выполнения дальнейших задач в Сирии. Большая часть территории Сирии в настоящий момент отпустена от террористов. Основные группировки, действующие в Сирии, уничтожены ударами российской авиации, российских вооруженных сил. И остались отдельные группировки, которые, по всей видимости, серьезной опасности в настоящий период все-таки уже не представляют. Россия войска свои в Сирии оставляет. Это не полный вывод войск. Это вывод основной части, но не полный. А, соответственно, вот тот контингент, который остается, он остается ровно в том объеме, который нужен для решения локальных задач. Россия продемонстрировала Ближневосточному региону и всему миру, что она держит данные союзникам слова и выполняет обязательства, подчеркивают эксперты. Однако США заявили, что продолжат вести операцию в Арабской Республике. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и оставайтесь в курсе всего самого интересного. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok